Всем привет, мои дорогие любимые зрители! Сегодня мы снимаем видео с моей горячо любимой подругой по совместительству блогером, тоже у нее свой успешный канал на ютубе называется Мила Варит Мыло. Знакомьтесь, это Мила. Всем привет! Она делает такие прекрасные мыльные букеты и из мишек, и из цветов. И эти букеты это не просто какие-то бездушные, сделанные на заводе какими-то роботами. В эти букеты, в это мыло человек вкладывает частичку своей души, любви и времени, и творчества. То есть мой канал о творческих людях, и вот наконец-то у меня на канале живой танецкий человек. Но говорить мы сегодня будем не на тему мыла, а на тему мотивации, личностный рост и тех моментов, которые мешают нам в нашем личностном росте и блокируют нашу мотивацию. Ну, а если вы заинтересуетесь Милом, то светло писали видео, оставили ссылочку на мой канал. Да, ссылочка будет немного. И так как я люблю публикацию психологии, и нравится мне изучать поведение живых существ, и в том числе человека, и мне всегда интересовало, как конкретный человек, чем он мотивирован в том или ином своем решении, действии, и что вообще мотивирует его поведение. Поэтому тема мотивации очень актуальна. Поэтому говорим на тему мотивации. Как ты думаешь, Мила, что людей вообще сподвигает? В чем заключается мотивация? Что толкает человека совершать то или иной? То идти к своей цели, либо не идти к своей цели? Я думала, мы поговорим на примере конкретно, да, что мотивировало меня, потому что такой общий вопрос. Я не знаю, что других может мотивировать идти к своей цели. Я знаю, что, может быть, останавливают, да? Ну, ты на самом деле, я срегулярую, смотрю твои видео, ты очень много говоришь на своем канале, да, о целях и о том, что останавливают, и это действительно так. Тут важно понимать, что ты хочешь. Дело в том, что человек может делать вообще все, что угодно, если он знает, зачем это делать, и если он знает, что это он делает на благо там себя, на благо людей, то есть он хочет это делать. А есть еще, допустим, такое, как я должен что-то делать. Когда ты там что-то делаешь не потому, что ты этого хочешь, не потому, что ты любишь это занятие, да, а потому, что ты кому-то что-то должен, это всегда, ну, возникает такое сопротивление, апатия. То есть нет внутреннего желания у человека. Да. Когда ты думаешь, что есть навязанные в ней какие-то цели, когда навязываются их к ним, нужно очень понимать, допустим, выбирая профессию, да, мы можем пойти туда, куда престижно, или куда нам говорит, там, мама с папой, и желание учиться будет совсем не то, если же ты идешь учиться туда, куда ты внутренне хочешь, да, очень большая разница между тем, когда ты учишься чему-то, что тебе горячо и интересно, и чему ты должен учиться, потому что так кто-то сказал. И очень важно разбираться в том, что когда ты что-то, допустим, возникает мысль, а не заняться вы мне этим, почему ты хочешь, ну, то есть нужно прислушиваться к себе, да. К своему внутреннему желанию. Итак, первое, что у нас способствует нашей мотивации, влияет на мотивацию, это внутреннее желание. Есть отличная книга, называется «Там сердца к реальности», мы очень давно ее прочитали, соцветили и очень горячо обсуждали. Я очень рекомендую вам почитать эту книгу, хотя эта книга эзотерическая, и очень многие скептически относятся к эзотерике, потому что эзотерика – это, да, какая-то лженаука считается, но на самом деле эта книга описывает законы, по которым, да, работает все. И вы можете верить в это, можете не верить в это, но это не имеет никакого значения, потому что это все работает, да. И когда я тоже, как и Света, увлекаюсь в психологии, да, потому что на самом деле в психологии люди начинают увлекаться, когда у них есть какие-то свои внутренние проблемы, которые они осознают и хотят их победить. И печально видеть людей, у которых эти проблемы есть, но они не понимают, да. Да, они понимают, куда бежать стоит. Да, и действительно осознание проблемы – это половина ее решения. И вот я почему-то говорила о троценте, потому что я вспомнила, что там есть понятие, как шелест внутренних звезд, да. Это внутренние ваши ощущения, когда вы сомневаетесь, принимать вам решение или не принимать. Надо просто в тишине сесть и спросить себя, зачем я это делаю. Или, допустим, мне надо это сделать, и у вас будет или душевный подъем, который говорит о том, что да, это надо делать, или какой-то вот такой вот дискомфорт. И тогда надо думать, чем вызван дискомфорт этот, да. Потому что я не хочу это сделать, мне надо, а я не хочу. Про внутреннее желание мы с вами разобрались. И еще один момент, который влияет на нашу мотивацию – мотивация зависит, ну, лично для меня. Меня вдохновляют очень другие люди и примеры других людей. И вот на свой YouTube-канал меня вдохновила ты, на самом деле. Потому что, ну, когда ты смотришь на успешные какие-то результаты других людей, думаешь, ну, наверное, если у нее получилось, я тоже смогу. Как ты вообще-то решила открыть свой YouTube-канал? Скажи, очень интересно. И он так развился у тебя. На самом деле это очень забавно вышло. Я увлеклась муловарением, а я такой человек увлекающийся. Если я увлеклась, то все, я полностью головой погружаюсь в это увлечение. И, конечно же, я на YouTube заходила, если у меня возникали какие-то вопросы, толком не было, ну, информацию тяжело разрознение искать. А так ты открываешь видео, смотришь, и тебе становится все понятно. Но потом у меня возникали вопросы. А на тот момент каналов, посвященных муловарению, было, значит, меньше, чем сейчас. Их было четыре. И, в общем-то, они все, да, были затухающие. Всего было четыре канала? Да, всего было четыре канала. Причем Татьяна Аст. Это я сейчас специально говорю для муловарочек, которые посмотрят это видео. Она со мной. Привет, муловарочек! Она уходила в блог. Была Камила, которая больше в косметику ушла, и потом тоже что-то у нее согнулось. Была Вера Кормилова, которая сейчас очень снова активно записывает видео. А тогда что-то у нее все видео все реже-реже выходили раз в месяц. И, в общем, я столкнулась с тем, что у меня возникали вопросы. А ответа на них я не могла найти, ну, в каком-то конкретном месте. И я спрашивала там, там, на форумах. Приставала я там, продавала там в магазинах, консультировалась там у более опытных маловаров. И потом я находила ответ. Я такой человек, мне очень любят. Даже обрекающийся человек. Даже я не музыка не готова. Я испытываю потребность делиться тем, что мне нравится. И причем, знаете, я не хвастаюсь, потому что это может казаться хорошей чертой, да. Что, как здорово, да, чем-то хорошим делиться. Но на самом деле я могу быть довольно-таки навязчива. Я там, да, вы смеете, я так как видела. Знаете, я могу прочитать книгу, прочитать книгу, посмотреть на такие лепатоны, как можно. Вот я начинаю людей прям приставать. Людям со своим хорошим. То есть ты им причиняешь доброго. Да, да, да. И поэтому у меня появилась даже потребность. Вот я так долго это искала, и я узнала. И мне хотелось донести это для других. Да, маловарщик, которые столкнутся с такой проблемой. И именно так у меня появилась вот идея о не создании мне канала, где я могу, соответственно, на него заходят те, кому это интересно. И это идеальный способ не приставать ко всем, слушая информация, да, а выложить ее, позволив людям, рассказывать, кому это интересно будет, и кто интересно посмотрит. Но это была идея, да, не создать для меня канал. И тут надо понимать, какая у меня была большая борьба, чтобы сделать это. Почему? Потому что я до этого вообще не была зарегистрирована на Ютубе. То есть я тогда заходила туда, есть там рецепт печенья, там, знаете, еще что-то. Я никогда ни на кого не подписывалась, я настолько далека была от Ютуба, что это вообще не, получается, ввода в свой курс, ну, да, бухгалтер. За 30 лет с двумя детьми замужняя женщина, которая никак не дает вдруг решать завести канал. И тут я, конечно, столкнулась с общественным таким сопротивлением, можно сказать, что там, и я сейчас не говорю о малознакомых, да, там, моей приятельницах, ну, это и близкие, там, муж, что, ты решил создать канал, что за глупость, зачем тебе это надо. Эффект краба в ведре, когда один краб хочет вылезти из ведра, все остальные крабы будут хватать его, и не давать ему вылезти, это такой вот стеномет. На самом деле наша мотивация, личностный рост очень зависит от окружающих нас людей. Нас либо поддерживают люди, наши близкие, либо не поддерживают. Я, кстати, тоже когда думала об этом, да, по поводу общественного мнения. Есть две большие сферы. Есть, во-первых, близкий круг людей, да, у каждого человека, это буквально человек пять, которые мы действительно, чьи мнения мы ценим, уважаемые, от кого мы зависим. А есть более широкие, так, вот, допустим, соседи, там, я не знаю, знакомые. Я вот, допустим, заметила, что более старшее поколение, оно настолько ориентировано извне, а что подумают, я не знаю, коллеги, если я подстригусь. Ну, то есть есть даже такие вот общательные случаи, да, что скажут соседи, что идти. Вот, и я тоже, допустим, за это переживала, но потом перестала. Почему? Потому что тут есть, во-первых, два правила. Один момент надо понимать, что каждый человек, прежде всего, думает о себе. Ну, не знаю, насколько это в тему будет, если что, там, можно будет вырезать. Ну, допустим, я вот думала, очень ярко такой пример, как колготки порвались. Ну, вот, допустим, ты где-то едешь, ну, не знаю, гуляешь в парке, ты зацепил за веточку, у тебя порвались колготы, где-то там дырочки. Ты вот прямо сейчас, ее секунду, не можешь их снять и переодеть. И вот это вот чувство, когда ты идешь, тебе стыдно, потому что у тебя там дырочка на колготках, ты думаешь, что все смотрят на тебя, все думают о том, что у тебя там дырочки, и ты думаешь, о, боже, там, что обо мне подумают, что я какая-то там, я не знаю, хожу в рванье. Это вот такой пример, который вот тогда происходит. На самом деле никто не думает о тебе, никто не смотрит на тебя, все на тебя по барабану и своими мыслями. И даже если кто-то увидел, он как бы увидел и тут же забыл. А мы из-за того, что думаем, что другие думают, часто очень сильно себя ограничиваем, ограничиваем все свои начинания, все свои идеи, и все, это надо пробовать обязательно. Человеческий мозг имеет такую функцию, он очень негативно относится ко всему новому. И новое вообще может даже вызвать агрессию. Почему? Потому что новое — это угроза потери привычной среды обитания. И чем старше становится человек, тем менее гибкий его мозг, и тем сложнее ему адаптироваться к новому. Поэтому вообще все начинали, блин, это у нас делать, когда мы молодые, у нас все люди впереди, а когда мы уже в возрасте, такое ощущение, что, ну, куда, зачем? Зачем тебе это надо? И самый главный вопрос, а зачем тебе это надо от окружающих? Да, в чем смысл? А куда тебе столько парфюмерии, например? Мне задают вопрос, зачем тебе это? И странно так, что эти люди окружающие, которые говорят, зачем тебе YouTube-канал, зачем тебе это парфюмерия, зачем тебе это мыло, да? Почему они не задают себе вопрос? А зачем вообще ты задать себе вопрос, как ты живешь, зачем твои ежедневные действия, к чему они приводят? И твои эти ежедневные скучные какие-то ритуалы, и жизнь по шаблонам, к чему это ведет, да? Почему ты сам себе не задашь вопрос? А вопросы такие поступают от людей, которые как-то ничем не увлекаются по жизни, то есть у них есть план, родился, отучился, женился, пошел на работу, и дальше вы сами все знаете. Ну, на самом деле, быстро интересно, но тут, я хочу сказать, что тут идет борьба, что, с одной стороны, наш мозг противится действительно чему-то новому, да? Он как бы тебе говорит, у тебя сейчас все нормально, зачем ты? Даже не то, что общество, даже внутри нас есть такое сопротивление, а вдруг там у тебя не получится, ты разочаруешься, зачем тебе сидеть спокойно? А с другой стороны, ты как-то даже в своем видео говорил, что очень нужно что-то новое нам для жизни, потому что, когда мы занимаемся чем-то новым, у нас много появляется как бы энергии, интерес, воодушевление, а если мы делаем какой-то определенный рутинный порядок, да, то мы потихоньку, как бы, я даже не знаю, не засыпаем, да, какая-то насыпает джиопатия, уходит куда-то радость, я не знаю, не хочется, ассусует, да, потому что ты встал, и вот я, допустим, очень к этому отношусь, так что у меня, когда идет одно и то же, все одно и то же, мне прямо надо что-то поменять, потому что я чувствую, что я как это в Володу какой-то окружаю, я должен спрятаться с чего-то новое, попробовать чем-то заинтересоваться. И как ты, ну, тебя окружающие все-таки поддержали или нет, или... Ну, не совсем, дело в том, что я просто тут вот, главное найти силы решиться и сделать это, потому что, да, пусть надо мной кто-то посмеялся, кто-то так, ну, что, зачем тебе это надо, но я решила все-таки попробовать. И, конечно, первое время, да, на канале YouTube, допустим, я знаю, что есть такой большой страх, многие хотели бы создать канал, но они делают это, потому что они боятся хейтеров, например, что вот, хейтеры, и я так, мне было страшно, но сейчас я видео выложу, и мне там сразу 100 тысяч сообщений, фу-фу-фу-фу-фу. Когда я публиковала свое первое видео, я, конечно, просто чуть в оборот, наверное, от драка не упала, но я не совершила сделать, значит, надо делать, да. Это, наверное, с детства, когда я боялась там делать прививку, но шла первое, потому что лучше уж ее сделать, да, и перестать бояться. Но ничего не произошло, никто мне ничего не написал. Сколько было просмотров на реалии? Не было их. И тогда я поняла, что на самом деле хейтеров не надо бояться, потому что когда у вас канал хейтеры появляет, наоборот, я хейтерам, в конце концов, радовалась, потому что хейтеры говорят о том, что канал стал популярным. И, естественно, поначалу я публиковала видео, причем я знала, что их чаще всего смотрят мои знакомые, и они как бы осуждают меня. Мои знакомые, кстати, не смотрят мои видео. Я, ну, смотрю. Привет вам. И мы первые смотрели как раз, с первого зрения были мы. А потом дальше идет поинтересно, это же тоже, что я не все мои 300 роликов на экране посмотрела, но первые досмотрела. Вот, но, собственно, что, и когда я увидел первый дизлайк, я очень радовалась, потому что это означало, что меня посмотрел кто-то, кто меня не знает, и мне понравилось это. То есть это хотя бы показало, что есть зритель, да, какой-то реальный, да. И первое время, конечно, наверное, первые месяца два я вот так вот, у меня легкорадило, я продолжала делать, у меня были такие моменты слабости, когда я думала, господи, зачем я все это делаю. Вот здесь надо просто решимость продолжать делать, да. Я решила для себя поставить свою цену, позанимаюсь этим полгода, а там решу. И просто делать. Тут вот как победить страх вот этот вот, и сомнение помогает действиям. У Дженфри Гейл, у нейропсихолога, есть биологическая теория мотивации. Он делит людей на два типа. Одни люди стремятся к вознаграждению, у них очень сильно действует нейромедиатор дофамин, а другие люди избегают негатива. То есть люди второго типа сильно реагируют на негативные стимулы. Одни стремятся к вознаграждению, а другие убегают от негатива. Вот такой интересный момент. И еще, чем сильнее, соответственно, у человека мотивация, тем больше вероятность, что он добьется своей цели и будет отказываться от каких-то семиминутных радостей своих. Потому что у него сильнее, кстати, есть люди, у которых на самом деле у кого-то сильнее действует дофамин, а у кого-то менее. Он выражен, этот эффект, от дофамина. А дофамин – это нейромедиатор, который не в момент получения вознаграждения выделяется, а в предвкушении. В предвкушении получения своего вознаграждения в момент достижения цели. И, кстати, насчет хейтеров. Мне хейтеры не то, что я их как-то боюсь, они меня, наоборот, веселят очень сильно, потому что такие смешные комментарии писали мне под видео про Мерседес, что эти диффузоры похожи на каких-то там пасти кальмаров. Представляешь, человек такой написал? Ну, это смешно просто. Потом на каких-то моих первых видео пишут, что что-то не так со звуком, что-то не так с картинкой. Но это первое видео, вообще мои на ютубе были, поэтому, ну, я эту критику абсолютно никак не воспринимаю, потому что, ну, это смешно. Человек записал первое свое видео. Скажите, спасибо, что не на телефон. Хотя первое видео как раз у меня было на телефон и без микрофона. И еще смешные у меня комментарии. У меня тоже появился хейтер-почитатель. Хейтер – это самые лучшие почитатели блогера, потому что они смотрят все его видео. И одна девушка мне написала, что в одном видео у меня слишком много слов. Да, у меня вообще под каждым не считаешь. Слишком много слов. А во втором видео написала, что очень скучно. То есть, ну, зачем ты себя мучаешь? Зачем ты смотришь мои видео? Хейтер – это вообще один изменатор. Раздельная тема. Так, дальше получается, мы выяснили, да, в нашей беседе, что мотивацию личностный рост сдерживает страхи, да? То есть, мы чего-то боимся. И давай, кстати, разберем на примере страха вождения. Есть такой момент страха вождения. Я знаю, что ты недавно получила права. Как у тебя с этим делом стоит? Были ли у тебя страхи? Что такое вообще? Может, кому-то поможет? Дело в том, что я еще занимаюсь йогой. И на йоге я поняла, что у нас… Я ощутила, точнее, что у нашего тела есть свой собственный разум, своя собственная память. И, допустим, я хочу сделать стойку на голове. Я хочу этого. Я понимаю, что это безопасно разумом, умом, да? Я пытаюсь это сделать, но я прямо чувствую, как меня тело не пускает. Я прямо слышу, как оно говорит. Я не знаю, что ты задумала. Но мы этого делать не будем. И это, на самом деле, очень сильный страх. Когда я первый раз выехала в город, я ехала со скоростью 20 км в час, и я была в таком ужасе, что до потери вообще связи с реальностью. Я говорю, я буду потом с инструктором. Ты одна ехала? Нет, я ездила, конечно, с инструктором. И я ему потом говорила, что он практически один был в машине, потому что мне до такой стекли. Именно потому, что мое тело, мой мозг не привык к тому, что я управляю вот этим на скорости среди машин. И это именно был физический страх. Я вот это четко понимала, что это именно физический страх. И это мое тело сопротивлялось. А то, о чем ты говорила, да, по поводу того, что адаптации мозга с возрастом, я вот уверена, что, точнее, не уверена, я точно знаю, что когда люди сдают на права в 18-19 лет, 20, им это все легко. Мне как-то, я уже много лет. Мне это было очень страшно. И причем вот я именно это так отделяла, что я умом понимала, что я с инструктором, что у него есть педали, я нахожусь в безопасности, что он меня страхует. Но преодолеть этот страх все равно было очень сложно. И он, конечно, больше всего преодолевается практикой. Очень важно отделить этот страх вождения от себя, осознать его, почему ты его боишься, да. Усвоить глаза в своем страхе. Да, успокоить себя, да, что-то, ну, очень важно, чтобы вы доверяли своему инструктору, что это не какой-то там непростейник, да, который орет на вас. Ну, может быть, если там вы меняете инструктора, значит, надо, что вы должны ему доверять. Вот. Еще из йоги, кстати, я помню, ты как-то показывал в своем видео технику, да, когда минуту задерживает дыхание. А еще в йоге есть такой подъем, как дыхание шмеля. Слышал про него? Слышал. Это когда глубоко вдыхаешь через нос, а потом начинаешь жужжать. То есть это, например, так. Ну, это как-то... Это как-то ом, получается. Ну, это не совсем ом, это как-то ом. А это именно жужжание шмеля, это когда вопросы ммм, и чем громче вы жужжите, это создает вибрации. Они снимают напряжение. Мне вот инструктор говорит, что, милая, мы не начнем учиться, пока вы не перестанете бояться валить. То есть вот этот страх вождения, он блокирует. Нельзя чему-то учиться, когда вы в панике, когда вы поедете. Поэтому вам нужно это осознать и сознательно успокоиться разными медленными. Можно подышать, да. И вот это вот на самом деле я уже когда было пятое вождение, шестое вождение, седьмое вождение, я уже была более привычной. Я уже знала, что все в порядке. Но у меня перед вождением прямо в животе все скручивалось вот в такой узел. Я прямо вот это физически ощущала. Этот страх, да, вождение. И я вот перед тем, как сидит в машину, я приезжала пораньше, я там ходила, там подальше, естественно, так не так, что рядом с инструктором я жужжу, да, и отходила. А, то есть ты приняла эту практику. Да, оно просто, оно вот именно физически расслабляет тебя. То есть вот когда именно есть внутреннее напряжение, вот помогает сконцентрироваться вот на дыхании, на этом жужжании, и оно немножечко тебя опускает. Понятно. Ну вот я помню, что я уже давно сдавала на права, я помню, как сейчас, тот день, когда я впервые в жизни сама поехала за рулем. Без инструктора, без кого-либо. И это было вот дико страшно. Страх вождения действительно тоже я испытывала. И как я с ним справилась, опять же, психологическая экспозиция, как я рассказывала в своем самом первом смешном видео на канале про страх и стыд, что самый лучший способ бороться с своими страхами и стыдом делать то, что вам страшно и не вам стыдно, если, естественно, это не противоречит рамкам закона. Вот, кстати, когда я уже сдала на права первое время, мне почему водить было не страшно, я испытывала напряжение перед тем, как сесть и поехать. У меня все время были соблазки, может быть, все-таки муж попросить отвезти. Но потом, нет, я сама поеду, я сама, и вот как бы, ну, преодолевая себя. Но, кстати, потом я поняла, что если ты едешь в своей полосе, соблюдаешь дистанцию и скоростной режим, то ты находишься в безопасности. То есть, должно быть все-таки внутреннее какое-то желание. Вот как у тебя возникло вообще желание в возрасте уже начать? Ну, опять же, да, опять же, мотивация очень важна, потому что, допустим, я еще, кстати, когда училась, естественно, спрашивала всех, в основном женщин, потому что мужчины с уникальными с другом, все это работает, кто водит, я спрашиваю, а как, как вы вот смогли? Вот то, что Света сказала, опять же, примеры других людей. И у меня были положительные опыты, да, там, Света, которая ездит за рулем, вообще, как бы, для нее это не проблема. И, например, у меня есть опыт, у меня подружка три года назад дала на права и до сих пор есть исключительно по знакомым дорогам, я очень боялась стать таким водителем, которого ограничивать куда ехать. Мне хотелось, ну, стать таким водителем, которому все равно куда ехать. И, конечно, я очень, ну, опять же, это как раз мне пошло противного, я не хотела быть водителем, который ездит, ну, непонятно куда, и я стараюсь ездить сегодня. Хотя вот сегодня на машине не появилась. Наверное, я хотела спросить, о страховождении? Это не страховождение, это просто лень. Ну, допустим, я с подружкой хожу на юб, и я после занятия отложу ее домой просто для того, чтобы практиковать свое вождение. Она далеко живет? Для сколько? Ну, минут 15 ехать. Ну, не очень далеко, и как раз там практиковалась. Понятно. Кстати, еще по поводу машины, кто боится водить, у кого есть страховождение, не рекомендую вам покупать машину-автомат. Потому что... Ага, да-да-да-да-да-да, потому что раньше почему-то было круто, а я езжу на механике. Ну, смысл какой? Или, например, вся Америка, все США ездят только на автоматах, они даже не знают, что такое машина с механической коробкой передач. Зачем она нужна, я вообще не понимаю. И, кстати, если вы собираетесь только учиться на права, особенно если вы женщина, я вам очень рекомендую, идите сразу на автомат. Просто когда человек собирается поехать в автошколу, сейчас можно отдельно учиться на механику, можно учиться на автомат. Да, если вы выучитесь на автомат, у вас в правах будет стоять галочка только автомат. И многих это смущает, потому что это кажется таким ограничением, что я недоводитель какой-то. Я, естественно, думаю, также не могу, конечно, идти на механику. Я, честно говоря, не понимала, в чем разница между механикой и автоматом. Просто я знала, что автомат проще, что ты механика. И я просто, когда я поняла, в чем разница, я думала, вот уже вводя на ваш день, я думала, нафиг мне это было нужно. Нужно было мне идти сразу на автомат, потому что, я не знаю, если вы живете в небольшом городе, и у вас какие-то большие расстояния без светофоров, и все это может быть вам механикой удобно. Но ездить по городу, особенно по-крупному, где много пробок, на механике, это у вас постоянно какая-то вот такая вот дергатня. У вас постоянно работают ноги, у вас постоянно работают руки, вы весь вот такой вот. Ну, потому что, ну, потому что. Потому что очень сложно новичку. Во-первых, ты не знаешь знаков движения, ты смотришь на другие машины, ты смотришь на знаки, на светофоры, и тебе еще нужно отвлекаться на руках. Руками, ногами, надо работать. Руками, ногами, это очень сложно. Поначалу очень много информации, поэтому идите на автоматы, даже не пытайтесь. Я все-таки получила права на механике, потом я брала себе инструкторов уже с правами на механике. Мне брат всегда говорил, зачем тебе механика, покупай автомат. Я два раза съездила с инструктором на механике, ничего у меня не получалось, я постоянно глохла. Потом я взялась инструктора с автоматом машины, села и поехала так, как будто бы я всю жизнь была за рулем. Поэтому не слушайте никого, кто говорит, что вам эта механика нужна. Мне она за 15 лет не пригодилась, хотя у меня есть права, я могу управлять механикой, но ни разу это не пригодилось и, собственно, не пригодится никогда. Я, кстати, полностью с тобой согласна, у меня подружка собирается идти на права и мы с ней спорим, я ей говорю, не единый механик, она такая, вот механикой дешевле. Я считаю, что можно подержанную купить, вот мы Ford купили за 200 тысяч. Это же, что-то прекрасное езде. Дешевле говорят, что она ломается, что автоматическая коробка передач чаще ломается. Ну, и у меня было 5 машин, и тут ничего не ломалось. Да, но на самом деле все равно оно того не стоит просто. Так как ты снишь, едешь, ты расслабленно, у тебя, да, педали, газ, тормоз, газ, тормоз, и все. А здесь это сцепление плавненько, иначе ты заглохнешь, это только лишний нерв и лишний стресс, который совершенно не нужен, когда вы учитесь водить. Ну, вот у меня, кстати, как я вообще стала водить, у меня была очень сильная мотивация с детства, потому что я с 6 лет. Вот в этом видео я рассказывала о том, как я хотела в машину с 6 лет, и мы залезали с парнем со двора в машину, я там рулила, сидела, я очень хотела машину, но не было денег. Почему я не получала права? Потому что у меня не было, собственно, денег на машину. Но когда деньги более-менее стали появляться, я подумала, надо бы пойти поучиться на права. И меня окружающие останавливали, кстати. Вот еще момент про мотивацию, что мне говорили, зачем тебе это надо, ты никогда водить не будешь, ты машину покупать не будешь, и денег у тебя нет и не будет на машину, тем более на автомат. Но я вопреки всем все-таки вижу цель, не вижу ребят. Как говорят, я хотел сказать, проксвенцы. То есть у меня была очень сильная мотивация получить права и водить. А вот, кстати, слушай, я сейчас вспомнила опять же про трансфер, про то, что желания не исполняются. На самом деле всякие сомнения у вас и прочее возникают, как пока и на желание. Но нужно желание перевести в цель. И тогда это совершенно по-другому воспринимается. Если у вас есть цель, то и если вы настойчиво к ней идете, то на самом деле даже те, кто был против, они... и нации писат вас отговаривают. Ну, да, например, я хотела, у меня была мечта желательно играть на пианино. Я даже купила себе пианино электронное, но поняла, что все-таки мечта мечтой, а чтобы научиться играть, нужно каждый день играть. И вот на желателе это, да? И желательно с детства, да. Нужно очень много времени тратить на это. Но у меня не было, насколько была сильная мотивация, поэтому пианино я продала. Хотя до сих пор хочу уметь играть, но не умею. Ну, значит, так хочешь. Ну, да. Мотивация недостаточно сильна. И, кстати, по поводу страховождения мы забыли с тобой еще очень важный момент упомянуть. Это неуверенность в себе, которую, наверняка, каждый, кто учился, думает, что нет, это не мое, никогда я не смогу этому научиться. Потому что, мне кажется, это завышенное ожидание к себе, потому что у нас, когда мы маленькие, мы очень долго учимся ходить, мы, там, три года учимся говорить, произносить звуки, и это все нормально, да, нам взрослые нас подбатривают, как это все получится. Но потом мы вырастаем, становимся взрослыми людьми, и я жду от себя, что я села и поехала, да. Но здесь нужно определенные навыки у тела должны быть, да. Переключение, как вот себе тоже опытный водитель, она, не задумываясь, переключает, там, я не знаю, ну, ты уже не переключаешь, водит, не задумываясь, да, у нее на автомате, все на автомате. Но чтобы у вас этот автомат появился, нужно время, да, для того, чтобы навык этот появился. И чрезмерных ожиданий, что вот я должна быстро научиться, иначе со мной что-то не так, мне нужно понимать, что это новый навык, и вы должны к себе быть, прежде всего, терпимы. Вот. Юмор помогает очень. Это то же самое, когда, сказать, как со съемками на YouTube, да? То есть сначала у тебя полный вообще тупняк, ты не понимаешь, как можно с камерой разговаривать, а нужно именно разговаривать. Клубо себя чувствуешь. Да, очень глупо, потому что, ну, ты сидишь один в комнате, разговариваешь с камерой, а нужно разговаривать именно так, как будто ты говоришь со своим знакомым, близким, там, человеком, с аудиторией. Нужно обращаться именно, видеть людей за этим черным подрядным пластиком. Это очень сложно. И с опытом приходит уже уверенность, и уже ролики снимаются достаточно быстро и просто. Поначалу, вот лично мне это очень тяжело давалось. Нужно настроить свет, настроить камеру, настроить звук, следить, чтобы звук записывался, следить, чтобы в камере аккумулятор не сел, чтобы ты в фокусе был. И еще по тексту проговаривать вещи какие-то, моменты, и делать это так, чтобы было нескучно смотреть. Это очень сложно, на самом деле, быть блогером. И юмор очень помогает. У меня, допустим, основная проблема была, да, когда я училась водить, я страх скорости. Мне было страшно физически повышать скорость. И вот, допустим, я еду с инструктором, у нас скорость 40 км в час, мне комфортно. И он говорит, Мелентина, понимаете, ну нельзя на машине ездить со скоростью 40 км в час. Может быть, вам купить велосипед? И когда я приходила на вождение, Роба говорит, что пришел шумахер. Сейчас я буду гонять. Вот, и потом, допустим, тоже инструктор говорит, что я говорю, я вот мужу на вас жаловалась, что вы меня заставляете скорость повышать. Я несусь, волосы назад, целых 30 км в час, а вы на меня кричите, чтобы я поторопливалась. Ну да. Смеяться над собой, над ситуацией, это помогает снять напряжение, потому что пока... Юмор снижает градус вашей важности, потому что вообще все, в принципе, не важно. Просто люди относятся к этому чуть-чуть серьезно. Знаешь, в йоге, опять же, есть еще, например, такой важный момент, напряжение в глазах. Когда у вас напряжены глаза, у вас мозг блокируется, вы не можете воспринимать информацию. То есть, знаешь, вот это вот, как супор глаза. Паник, почему в паническом состоянии люди совершают неправильные ошибки? То же самое, что в стрессовом состоянии, нельзя принимать никаких решений, тем более финансовых решений, потому что вы примите неправильные решения. Да, и здесь, понимаете, как бы, зная, как это работает, можно на это влиять. Допустим, я когда чувствую, что я напряжена, я стараюсь сознательно расслабить глаза, например. То есть, вот я, опять же, даже когда водила, да, я старалась села, не вот так вот таращиться, а заставляла себя расслабить глаза, потому что я понимала, что когда ты в таком напряженном состоянии, ты, наоборот, начинаешь тормозить и ошибаться. Да. Когда вы учитесь чему-то новому, вы начинаете чувствовать неуверенность в себе. И когда вы взрослый человек, когда у вас уже есть определенный статус, да, очень, это чувство неуверенности в себе, оно очень неприятное, и оно приносит большой дискомфорт. И это, кстати, может быть еще одной причиной, почему люди боятся пробовать новое. Да, они боятся, он ударит в грязь лицом, что у них что-то не получится. Опять же, их будут осуждать, они будут смеяться, но вот на самом деле... Да, когда ты профессионал, какой-то гигант в своем деле, тут ты тупишь, как школьник, и сам на себе другого. Да, 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 но это всегда в развитие ведет вас, то есть, нужно всегда идти в развитие, всегда идти в новое, тогда у вас будет личностный рост, потому что вот эта стагнация, как мелко в колесе жизни, одно и то же, каждый день, никуда, оно вас, кроме как в деградацию, не приведет. И я вот люблю своему сыну, но повторяю, что, допустим, я вот осознала такую вещь, что, к сожалению, нельзя остановиться на месте. Ну, не бывает такого. Вы или развиваетесь, или деградируете, к сожалению, ну, просто, меня сейчас все устраивает, я остановлюсь так, но не получится, вы потихоньку начнете, там, апатия появится, лень появится, и вы начнете, ну, глупеть, там, откатываться назад, и все это, то есть, нужно все время идти вперед. А у тебя, Саня, читает книжки? Ну, читаю, ну, так. Некоторые книжки я даже со своим добровым пристаю к нему. Хорошо, я все-таки читаю, это хорошо, потому что сейчас у нас век цифрового слабоумия, псевдодебильности цифровой, все, в гаджетах сидим, с людьми, физически не общаемся, общаемся с экранами стеклянными, уже отвыкли от общения, и книжки не читаем, и не пишем, то есть, нужно эти навыки в себе развивать постоянно, тогда мозг тоже будет развиваться, и даже если вы будете рисовать картины, вот есть картины по номерам, моторика рук способствует развитию мозга, и старческая геменция может вас минует, то есть, нужно постоянно развивать свой мозг любыми способами. Да, но это, кстати, все просто, в том числе и изучение новых каких-то предметов. У нас тело, на самом деле, просто поразительная вещь, что вы развиваете, то у вас развивается, что вы не развиваете, да, то есть, почему, да, старость, она отображает вашу жизнь, да, то есть, если вы никогда спортом не занимались, то, да, то у вас тело решает, что на этом нам не надо, да, мы, значит, забрасываем, мышцы у нас атрофируются, как за ненадобностью, да. Вот, допустим, кстати, по поводу чтения, я помню, что, когда я там в молодости, всегда вечно где-то далеко работала, все время ездила в общественном транспорте, все время читала, ну, скучно же в транспорте. У меня никогда не было проблем с памяти, я всегда все хорошо вспоминала и прочее. А потом, так получилось, что я там шла в декреты, с ребенком особенно не почитаешь, потому что ты постоянно не высыпаешься, потому что свет нельзя включать, там в одной комнате, а потом просыпается. Плюс я начала рядом с домом работать и просто я заметила, что вот, помнишь, я когда пришла в бухгалтер, у меня была проблема, я не могла ничего запомнить, то есть я прочитала статью, допустим, и закрыла ее, и вообще ничего не помню, даже о чем это было. Но это все, радость в том, что это все поправимо, стоит начать читать книги и снова. Да, и когда читаете книги, еще словарные запасы разбиваются, да, а речь, кстати, напрямую себя от нас с мозгом, чем примитивнее речь, тем... Примитивнее мозг, склеить сам человек. И опять же, зная, как это работает, можно этим пользоваться, да, если у вас там плохая память или проще, то вы можете сознательно, там, надо сказать, там, можно там, молей меня чай, а ты там, дорогой, не мог бы ты привезти мне чайку, например, сознательно усложнять какую-то речь, вставлять какие-то слова, и это будет тоже... И когда вы будете писать комментарии к этому, вы будете рассказывать больше слов, не надо смайлики, смайлики тоже упрощают нам жизнь, но и мы становимся от этого лучшего. Слушай, с другой стороны, я настолько привыкла к смайликам, что я вот, допустим, заметила, что речь без смайликов, переписка без смайликов, она как раз какой-то грубой, то есть я, допустим, что-то пишу, и смайлик просто иначе это звучит очень так кроссно, знаете, у нас в голове, когда мы читаем, допустим, как в слух, да, прекрасно не орать. Ну ладно, пишите буквы со смайликами, но оно не просто смайлики. Да-да-да-да, главное слова, по большей слов. По пункту чтения хотела сказать, и да, как привести от чтения детям. Это у одной знакомой я послушала, мне так эта идея понравилась, групповое чтение называется, то есть вы семьёй выбираете какую-то книгу, которая вам может всем понравиться, да, и таких книг на самом деле много, например, можно взять Гарри Поттера, да, если у вас есть дети, это будет и взрослым интересно, и детям интересно. То есть ребёнок вслух читает книгу? По очереди читает, даже не совсем так, то есть устраивается какое-то время, и, допустим, я прочитала главу, там папа прочитал главу, ребёнок прочитал главу, это симулирует ребёнка читать, то есть остальные сидят, слушают, и получается, что... Речёвый аппарат тоже тренируется, да? И вот, смеятельно вслух тренируется, и на самом деле, и плюс это ещё в наше время очень не хватает просто семейного времяпрепровождения, когда вы вместе что-то делаете, обычно дети там учат, у них свои, у взрослых работа, и очень часто внутри семьи люди, даже есть у них дети или нет, бывает, не пересекаются. То есть не только в принципе физического общения мало у нас, но даже в кругу семьи все уткнули свои гаджеты, и... Да, все занимаются своими делами, а это там, когда, допустим, мы недавно читали серию книг из семи книг, и вот у нас каждый вечер, и нам всем интересно обсуждаем, но по возможности, да, конечно, есть там... такие эмоции. То есть Мила не только варит, но у нас, но они же книжки читают. Очень интересный человек. Так, ну вот, в нашей беседе с моей подругой Милой выяснили, что мотивация зависит от нескольких факторов, от вашего внутреннего желания, от окружающих людей, конечно, хорошо, когда есть поддержка близких, и даже не словом, но делом, тогда ваш личностный рост намного сильнее будет расти, и что такое личностный рост, нужно себя самого сравнивать не с другими, а с самим собой же, только в прошлом. Вы всегда должны быть лучше, чем вы сами в прошлом. И также страхи свои, да, если у вас есть какие-то страхи, и вам мешает достижение своих целей, ваши страхи, нужно с этим тоже работать, во-первых, их осознать, посмотреть в глаза самому страху, и делать то, что вы хотите делать, тогда страх будет уходить. И пишите нам, пожалуйста, комментарии, что вы думаете по поводу этих тем, мотивация, личностный рост, страх вождения, и какие книжки вы читаете, кстати, нам интересно, если вы хотите, мы поговорим еще на какие-то темы, какие мы книжки читаем, какие бы мы вам книжки посоветовали, и подписывайтесь на мой канал, на канал Милы, ставьте лайки, и до новых встреч, новых видео, всем пока-пока. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok